Сегодня я расскажу вам о том, что такое профессия диктор. Кажется на первый взгляд, что все понятно, однако это очень большая, обширная профессия, требующая огромного количества знаний и опыта. В традиционном представлении диктор – это человек, голосом которого говорят герои художественных фильмов, а также это те голоса, которыми звучат рекламные ролики на телевидении и в интернете. Человек, который читает информационные материалы на телевидении, на радиостанциях, тоже называется диктором, также дикторами называют актеров у микрофона, которые работают на радио, в интернете, озвучивают фильмы, спектакли. И эти люди тоже дикторы, хотя это их не основная профессия. В последнее время, где-то в последние 15 лет, возник новый виток интереса к нашей профессии. Связано это с растущей популярностью аудиопродукции. Это аудиокниги, озвучивание тренингов, озвучивание учебных курсов, которые очень хорошо воспроизводятся на слух и хорошо усваиваются людьми, даже которые могут видеть и читать, но на слух информация усваивается немножко по-другому. Так вот, услуги диктора для создания таких аудиопродуктов сегодня очень востребованы. При этом мы уже живем в такое уникальное время, когда можно работать, не выходя из дома, и пересылать готовые аудиофайлы через сеть интернет. Но это вкратце, без деталей. Кто же такой диктор? И чем он занимается? Диктор начитывает различные тексты в зависимости от его специализации, потому что диктор далеко не все тексты может начитывать. Какие-то тексты ближе к нему, какие-то очень далеко от него. Профессиональный диктор может озвучивать любой текст. Он может принимать участие в подготовке не только коротких сообщений, но и в циклах передач. Причем далеко не всегда ему важен текст. Он может импровизировать и говорить в режиме реального времени, рождая текст и тут же его озвучивая. Диктору желательно уметь пользоваться звукозаписывающей аппаратурой и следить за ее бесперебойной работой для того, чтобы она постоянно была в исправности. Кое-что нужно об этом все-таки знать. чтобы не зависеть от услуг звукоинженера, от услуг звукозаписывающих студий, которые были раньше очень востребованы и популярны. Если оборудования звукозаписывающего у диктора нет, то все-таки он обращается за такими услугами дополнительно. Но, как я уже сказал, это уже не так популярно. В основном дикторы стараются приобрести все необходимое и иметь это у себя дома или в специальном помещении, оборудованном как собственная звукозаписывающая студия. Плюсы и минусы профессии диктора. Поговорим о плюсах. Диктор работает с большими объемами информации и, соответственно, он становится очень подкован во многих вопросах. Ну, например, диктор озвучивает новости. Он в курсе событий. Или диктор озвучивает аудиокниги. Он все эти книги читает, он становится профессиональным читателем, как филологи, например, литераторы, корректоры, журналисты, редакторы и так далее. И вот он тоже становится таким гуманитарным специалистом. Или диктор озвучивает научные тексты. Он становится более сведущ в вопросах науки. и так далее. Возможность удаленной работы. Да, профессия диктора это одна из уникальных возможностей работать там, где ты хочешь, естественно, с полной ответственностью к тому, что происходит. Потому что диктор должен оборудовать свое рабочее место. Хорошие перспективы карьерного и финансового роста. Этот плюс больше для тех людей, которые обладают высокой дисциплинированностью и самоорганизацией, которые умеют планировать свое время. И вот эти люди, они, конечно, могут добиться большого карьерного роста и финансового роста. Поэтому это плюс. Ну и нельзя не заметить такой факт, что дикторы, работающие в кадре, становятся более известны и они фактически приобретают статус публичного человека или медийного человека. В основном это, конечно, актеры, которые работают в дубляже, актеры закадрового озвучания, но также это и журналисты, журналисты, работающие в сфере политики, спорта, культуры и так далее. Но нужно сказать о том, что в этой профессии есть и минусы. Первый и самый главный минус в том, что профессия это статичная, работа сидячая, и порой приходится сидеть по много часов. В этом специфика этой профессии. Кроме того, профессия диктора не может быть нормированной, она не может иметь такой график восьмичасовой с девяти до пяти с перерывом на обед, потому что есть нюансы. У диктора может не быть голоса, у диктора может не быть сил, у диктора может быть дедлайн, когда нужно очень скоро сдавать материал, и он вынужден озвучивать в два-три раза больше обычного. Тексты бывают разной сложности, очень много бывает нюансов, и обеспечить полную нормированность рабочего графика практически невозможно. Ну и, конечно же, нестабильность заказов. Девять из десяти дикторов не получают заказы стабильно, не имеют постоянных заказчиков, только лишь небольшое количество дикторов, далеко-далеко не все, лишь некоторые имеют уникальную возможность работать постоянно в какой-то организации, например, в радиостанции или в редакции, которая издает определенный аудиоконтент и голос диктора востребован по той или иной причине, связанный либо с тематикой того, что он озвучивает, либо с тем, что его голос по какой-то причине больше нравится, чем голоса других его коллег. Поговорим о том, какие навыки и какие знания должны быть у диктора, чем именно он должен обладать. Вы знаете, самое главное для диктора это все-таки его голос, потому что если у человека есть голос, то это уже половина успеха. Но вторая половина это умение управлять своим голосом, передавая необходимые эмоции, необходимый эмоциональный посыл, который соответствует тексту или соответствует поставленным задачам. Если подробнее, нужно учитывать следующие навыки. Приятный поставленный голос, четкая дикция, отсутствие акцента, грамотная литературная речь. Высокая скорость чтения, и актерское мастерство, находчивость, стрессоустойчивость, навыки работы со звукозаписывающей аппаратурой, как я уже говорил выше, и навыки работы с некоторыми программами, которых не так много, например, Adobe Audition, одна из них. Сколько же зарабатывают дикторы, которые удовлетворяют всем навыкам, которые готовы учиться, готовы идти до конца. И здесь нет никакого секрета. Если голос диктора узнаваем, то гонорар его ничем не ограничен. фактически он сам его определяет, потому что заказчику здесь уже не важно, сколько стоит голос диктора. Он готов заплатить любые деньги, потому что этот человек очень популярен и очень известен. Услуги известного в регионе или в стране, или даже во всем мире диктора озвучивания только одного 30-ти секундного рекламного ролика составляют несколько тысяч рублей минимум. Причем здесь нет потолка, цена может быть выше в сто раз. Новички при неполной занятости, в основном молодые люди, молодые парни, девушки, студенты, могут получать около 10-ти тысяч рублей в месяц на старте, в первый месяц работы, имея не совсем дорогое оборудование и просто желание и выход в интернет. А вот с ростом опыта, когда пройдет некоторое время, объем работы вырастет и гонорары тоже будут расти, потому что появится понимание, вначале молодые люди берутся за все, за все, во-первых, что они могут найти, это разовые заказы, любой текст, ну, берутся за то, что найдут. И все-таки как стать диктором, вот нравится профессия диктора человеку, как им стать? Уважаемый слушатель, дикторами, как правило, становятся выпускники профильных институтов телевидения и радиовещания, будущие журналисты, в основном. А также, конечно же, конечно же, это актеры, которые учатся на факультетах актерского мастерства, которые, кстати, сказать, учатся на филологических факультетах. Вместе с тем, освоить основы профессии диктора и развить способности призваны курсы ораторского мастерства, обучения у преподавателей речи, ну, и никто не отменял самообразование, потому что на самом деле никаких ограничений нет. И искать учителя, преподавателя, это не главная задача для человека, который хочет стать диктором. Где диктору искать работу? Диктор, как я уже сказал, может работать как фрилансер удаленно, дома, находя проекты, находя вакансии на многочисленных сайтах удаленной работы. Их всего несколько десятков этих сайтов, и на всех этих сайтах рано или поздно такие вакансии постоянно появляются, особенно если вы знаете английский язык, тогда еще проще и быстрее найдете работу. А вот за пределами интернета, в так называемом, как принято говорить, офлайне, труд профессионального диктора востребован в следующих сферах, организациях и видах деятельности. Ну, это, конечно же, телевидение и радиовещание. Также это театры, также это концертные залы, между прочим. Дикторы могут работать, но там меньше всего платят, но могут работать в вокзалах, аэропортах, метро и так далее. То есть объявляют, не обязательно это под запись идет. Иногда это делается не под запись, а иногда это подкасты, которые крутятся и специально записаны. Также во многих предприятиях есть радиорубка, радиоточка, внутренняя радиосеть. Они могут работать в продакшн студиях, в компаниях разработчиках аудиопродукции. Например, есть компании, которые разрабатывают аудиочипы для детских игрушек. Аудиочипы это аудиопродукция и здесь работа дикторов весьма и весьма востребована. Ну что же, вы прослушали небольшую такую передачу звуковую. Меня зовут Андрей Кабилов, я сам тоже профессиональный диктор. Благодарю вас, что эти все 15 минут вы были сегодня со мной. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик и оставьте свои комментарии о том, что вы думаете о профессии диктор. Кроме того, если вы хотите со мной сотрудничать, я открыт, пишите мне по тем координатам, которые вы видите в комментарии. Всего вам доброго!